МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Не хотите платить за капремонт? Тогда мы идем к вам. В Махачкале прошел рейд службы судебных приставов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Роль женщин в исламе. Всемирно известный ученый-богослов Мухаммад Ассакав провел лекцию в медколледже имени Башларова. Игровой день. Медалисты Олимпийских игр и чемпионы мира сошлись сегодня на одном борцовском ковре. Проект «Умный город». А конкретно, как воплотить его в Дербенте? Эти и другие вопросы обсудил Вадимир Васильев на встрече с сенатором от Дагестана в Совете Федерации Сулейманом Керимовым. В первую очередь планируется проведение международного конкурса на лучшую концепцию плана, который предполагает развитие муниципалитета. Пилотный проект нацелен на то, чтобы Дербент стал историческим памятником современной средой обитания и экономикой. Параллельно намечено развитие логистического центра на границе с Азербайджаном. Также были рассмотрены перспективы строительства дороги в обход Дербента. Владимир Васильев отметил значимость проводимой работы. Кроме того, глава региона предложил использовать положительный опыт проекта «Умный город» и в других городах республики. Его, наконец, нашли. Новый мэр Махачкалы в скором времени приступит к своим обязанностям. Владимир Васильев определился с кандидатурой нового главы Махачкалы. Об этом сообщают сразу несколько федеральных информационных источников. Им выбран глава Басманной управы Москвы Салман Дадаев. По словам Васильева, эта кандидатура согласована как положено со всеми и его с трудом отдал Собянин. Отметим возможному новому мэру Махачкалы 39 лет и окончил он юридический факультет ДГУ. Назначен новый руководитель ГИБДД по Адагестану. Им стал подполковник полиции Александр Шалагин. Распоряжение назначения подписал глава МВД России Владимир Колокольцев. Отметим, ранее Шалагин занимал должность заместителя начальника ГИБДД по Астраханской области и в органах внутренних дел работают около 15 лет. Налоговая служба требует признать банкротом Махачкала водоканал. Долг предприятия составил почти 600 миллионов рублей. Рассмотрение иска начнется в арбитражном суде Дагестана в конце месяца. Взыскать долг и пение за несвоевременное внесение платы по договору с предприятия пытается и Минприроды Дагестана. Общая сумма долга составляет более 8 миллионов рублей. Напомним, водоканал является единственным поставщиком воды для всего города. Около 30 тысяч за один квадратный метр. Именно столько будет стоить в среднем жилье в Дагестане. Минстрой России приказом установил среднюю рыночную цену на стоимость квадратного метра жилья в регионах на 2019 год. Отметим, что в прошлом году для республики показатель был определен в размере 27 тысяч рублей. При этом в федеральном ведомстве отмечают, что недвижимость на Северном Кавказе одна из самых недорогих в стране. К примеру, в столице России квадратный метр обойдется в три раза дороже. Это 91 тысяч рублей. Дагестанский фонд капитального строительства не может получить выплаты от населения, а приставы штурмуют квартиры людей, выполняя предписания. Жильцы, в свою очередь, не всегда рады непрошенным гостям. В этом убедился и наш корреспондент Камиль Девятов. Подробности рейда службы судебных приставов в следующем сюжете. Деньги, дворы, подъезды. Государственная машина работает на полную. Но, по словам жителей дома номер 9А по улице Гамидова, то, что их многоэтажка должна ремонтироваться за их же деньги, надо еще доказать. Мы сами крышу сделали, мы сами подъезд сделали, у нас посад сделан, ничего делать не надо нам. Порывал мы сами сделали. Так же, Махамин? Ремонт сами делаем все. Да, мы сами делаем все. Задолжавших за крышу ждут проблемы. Как говорится, долг платежом красен, даже если платить не за что. Мы проводим совместные ряды мероприятий, совместно с представителями фонда капитального ремонта по адресу Гамидова 9А. Вопрос из всех граждан Ленинского района добровольно погрешает всю задолженность в фонд капитального ремонта. В противном случае будет произведено арест имущества данных граждан. Вопрос ремонта и оплаты в большинстве случаев остается открытым. Но в большинстве случаев почему-то жильцы не видят проделанной работы и не стесняются заявлять об этом на камеру. Что здесь сделано за счет капремонта, скажем так? Покажите хоть что-нибудь, чтобы мы хотя бы сказали, да, действительно, вы что-то сделали. Фонд капитального ремонта предлагает два способа формирования оплаты за капремонт. В случае отказа жильцов носить добровольно фонд капремонта, они имеют полное право открыть свой счет. Для того, чтобы открыть собственный счет, вам достаточно собрать собрание собственников жильца и принять решение об этом. Приняв решение, вы можете уведомить, обязаны уведомить фонд капитального ремонта и направить протокол собрания в жилищный надзорный орган. Желаете, что берем? Да. После этого мы, фонд капитального ремонта, окажем всяческую поддержку вам для открытия этого, вашего собственного счета. Жильцы 40 махачкалинских квартир, чьи долги превышают сумму в 10 тысяч рублей, все же обязаны погасить свои задолженности. Как говорится, закон суров, но он закон, хотя и не всегда выступает на стороне людей. Камиль Девятов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Женщина сможет выбрать для себя любые врата рая, если всего лишь выполнит все свои обязательства. Об этом заявил всемирно известный ученый-богослов Мухаммад Ассакав на встрече в медколледже имени Башларова. Стоит отметить, что лекцию посетили около трех тысяч представительниц прекрасного пола со всей республики. В своем выступлении Мухаммад Ассакав рассказал о роли женщин в исламе. Если она замужем, то она выполняет обязанности перед мужем. Если она является матерью, то она выполняет материнские обязательства. Выполнение своих обязательств не является труднопереносимым для нее. Это и является ее путем достижения довольства Всевышнего Аллаха. Торжественный вечер, посвященный 180-летию со дня рождения, классика дагестанской литературы Итима Эмина прошел в Русском театре. Основоположник лезгинской письменной литературы стал первым среди поэтов, кто стал писать стихи на родном языке, адаптируя арабский алфавит. Из-под его пера вышли бессмертные произведения социального и сатирического звучания, которые вошли в духовную сокровищницу народа. В юбилейном концерте, посвященном 180-летию, приятно. Я очень хотел бы, чтобы наши наследия, наши дети продолжили и знали, кто такой Итим Эмимин. А просто знать его невозможно. Это по наслышке его не узнаешь. Надо читать Итим Эмина. Да, у него очень грустные стихи, но читать надо его знать обязательно. И о спорте. Медалисты Олимпийских игр и чемпионы мира сошлись сегодня на одном борцовском ковре. Правда, в этот раз именитые дагестанские вольники соревновались в регболе. Подробнее об этом старом новом виде спорта расскажет Курбан Рагимов. Жесткая силовая борьба, захваты, а иногда даже двухбальные приемы. Это рэдбол, широко известный в спортивных кругах. Восемь команд из разных уголков республики вышли сегодня на ковер столичной школы «Динамо». В составах звезды дагестанской борьбы и именитые тренеры. Уступать тут никто не любит. Отсюда острая конкуренция на всех участках. Пока все в рабочем моменте. Здесь как бы до игры договариваются. Все, что было в игре, грубое, оставим в игре и не будем дальше развивать. Все согласны. В принципе, я эту игру играю 20 лет. А здесь все остальные, да, больше даже играют. И как бы мы уже знаем, когда грубо, когда фол, когда нарушили. То есть все мы это знаем, просто мы его что-то расписали. И вроде бы это работает сейчас, да, сегодня. Каждую игру начинают и заканчивают рукопожатием. Это братская борцовская семья. Услышав о турнире, все откликнулись без раздумий. Если одни собрали команду в считанные минуты в соцсетях, другие до этого вовсе не встречались по нескольку лет. Это такая игра, главная цель дружбы братства между ребятами, чтобы они увиделись почаще и чтобы мы соревновались только на ковре. И такое большое братство показало нашей молодежи, которой сотни, десятки тысяч ребят занимаются, чтобы они тоже ходили друг к другу в зал, поиграли. Вот эта дружба у нас сохранялась. Это самая главная цель. С каждой новой атакой преимущество переходит от одной пятерки к другой. В такой игре за медали и прошлые заслуги очки не дают. Не всегда гарантируют победу сила и мощь партнеров. Тут важна тактика и слаженность командных действий. Если ты профессиональный спорт оставил, это не говорит, что надо вообще со спортом завязывать. Надо себя держать в форме, вести активный образ жизни. Борцы больше всего любят, чем волейбол, футбол. Именно вот этот вид спорта, рейкбол, он даже, мне кажется, по природе немножко ближе к вольной борьбе. Там немножко в контакте идет, игра. Это пока первые соревнования. Идея пришлась всем по душе. Турнир будут развивать в дальнейшем. В планах даже открыть свой регулярный чемпионат. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Дагестанец Марат Алиасхабов завоевал золото чемпионата мира по кудо. Спортсмен одержал 4 победы над атлетами из Украины, Кореи, Японии и в финале над соотечественником Сергеем Минаковым. Алиасхабов выступал в коэффициенте свыше 270 единиц. Мировой турнир проходил в японском городе Нагоя. Там участвовали бойцы из 50 стран. Всего же сборная России, будучи фаворитом, подтвердила свой уровень. У национальной команды 7 наград, высшие пробы из 8 возможных. Таковы новости к этому часу. Всего доброго и до встречи.